Подлый закон приняли наши депутаты. Нашли, как отомстить американцам. По-моему, так просто использовали в корыстных целях судьбы тех, кто беспомощен и кто не может никак ответить на это. Вообще принято считать, что детство – это подготовка к жизни. На самом деле это большая часть жизни, и, как правило, она самая счастливая. Так какое право кто-то имеет лишать детей шанса на эту счастливую жизнь? Хотя бы шанса. Какая разница, на каком языке дети будут обращаться к своим родителям? А те, кто благодаря усилиям наших законодателей остается в сиротских учреждениях, они вряд ли, повзрослев, пополнят ряды российских патриотов. По статистике, только трое из десяти выпускников детских домов могут хоть как-то устроиться в жизни. И мне кажется, что даже эти трое вряд ли кого-то на родине поблагодарят за свое счастливое детство. А дети-инвалиды, они прямиком из детского дома попадают в дом престарелых. И это тоже факт. Еще раз спрашиваю, какое право имеет кто бы то ни было лишать детей шанса жить нормальной жизнью? Подлый закон приняли наши депутаты. 13 января в 13 часов марш в защиту детей за распуск Госдумы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова